Всем привет! Меня зовут Наталья и вы попали на мой канал, посвященный косметике и красоте. Сегодня я вам хочу представить новую рубрику «Купить или не купить? Вот в чем вопрос». Идею для нее я подсмотрела на англоязычном ютубе у блогера Саманты Марч. Я оставлю ссылку на ее канал вот здесь и внизу в описании к видео. Саманта раз в неделю делает видео, посвященное новым релизам косметики, и рассуждает о том, планирует она покупать что-то из этого релиза или нет. И я хочу сделать то же самое. В первую очередь, конечно, это будет касаться американской косметики, потому что, мне кажется, сейчас самое интересное в косметической индустрии происходит именно на американском рынке. Но, возможно, со временем появятся и релизы других каких-то производителей, которые меня заинтересуют. Я не обещаю, что я буду знакомить вас со всеми новинками, которые выходят на косметический рынок, потому что это просто невозможно. Я буду говорить только о тех продуктах, которые заинтересовали лично меня и вызвали у меня вопрос, покупать мне это или не покупать. Собственно, об этом я и планирую подискутировать в этом видео. Так что, если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть. Я сегодня буду вот так немного сбоку, потому что вот здесь я планирую размещать картинки продуктов, о которых я буду говорить. И первым делом я хочу поговорить о достаточно противоречивом бренде Kylie Cosmetic. И они выпустили новую палетку теней, которая называется Blue Honey. Честно говоря, когда я увидела фотографию этой картинки в Инстаграме, а я нашла ее в аккаунте Trend Mood, я оставлю ссылочку внизу в описании, там очень часто публикуются не только новые релизы, но и разные американские скидки, выгодные предложения и так далее. Так вот, когда я увидела фотографию этой палетки, я влюбилась просто мгновенно. Ну, во-первых, я очень люблю бирюзовый цвет. Это один из самых моих любимых цветов. Во-вторых, один из бирюзовых, как вы видите, с таким дуохромным золотым отливом. А дуохромы — это моя большая-большая любовь и страсть, и даже, я бы сказала, коллекционерская страсть. То есть я прямо покупаю специально дуохромы от разных производителей и, наверное, можно сказать, забираю коллект. Остальные оттенки в этой палетке очень классно дополняют два бирюзовых, именно поэтому они мне нравятся. И еще мне, конечно, понравилось, что это не набившая оскомину палетка в теплых красных оттенках. Таких палеток было выпущено за последний год очень много, а в данном случае мы видим что-то совершенно оригинальное. От мгновенной покупки этой палетки меня удерживает только одно, и это даже не цена этой палетки. Она стоит 38 долларов на сайте Kylie Cosmetics. Сайт имеет доставку и в Россию, и в Латвию, и доставка стоит 14,90 или 14,50 долларов. И, по-моему, свыше 60 долларов доставка бесплатна. И это, как бы, я считаю, нормальная цена за люксовую палетку и вполне резонная доставка. То есть можно взять еще себе помаду и получить бесплатную доставку. Проблема в другом. В России, насколько я знаю, таможенный лимит сократили с 1000 евро до 150 евро, а в Латвии таможенный лимит как был, так и остался 22 евро. Соответственно, все, что стоит дороже 22 евро и приходит к нам из другой таможенной зоны, а это и Япония, и Китай, и Корея, и США, к сожалению. И все, что приходит из этих стран, облагается дополнительным налогом, по-моему, 18 или 20 процентов. И таким образом цена на американские продукты, если покупать их напрямую из Соединенных Штатов, довольно серьезно подскакивает. Особенно, когда это люксовые продукты и еще надо заплатить, допустим, за доставку. В общем, я посчитала, что если я куплю только эту палетку, заплачу за доставку и заплачу растаможку, эта палетка мне обойдется в 60 евро. И это как-то кусается, честно говоря. Ну, то есть 38 долларов – это одно, а 60 евро – это совершенно, ну, как бы, это почти в два раза больше. И я призадумалась, нужна ли мне эта палетка. Во-первых, два цвета из этой палетки у меня есть в единичных рефилах от других производителей, но цвета практически идентичные. Во-вторых, наверное, три цвета из нее я не буду использовать вообще, потому что это не совсем моя цветовая гамма. Ну, и в-третьих, в основном, конечно, меня интересуют два бирюзовых цвета. И вот я как бы стала думать, может быть, стоит не покупать эту палетку, а подождать, пока в сети появятся сводчи и отзывы на нее, и купить какие-то дубликаты в виде однушек или какую-то палетку, может быть, дубликат. Ну, и тут мы переходим как бы ко второму продукту, который я сомневаюсь, купить или не купить. Это палетка от Colourpop в коллаборации с видеоблогером Кэтлин Лайтс, и палетка называется Dream Street. И недавно я видела обзор, где говорилось, что эта палетка является аналогом для палетки Kylie, только стоит она на сайте Colourpop 16 долларов. И у Colourpop, кстати говоря, доставка бесплатная от 50 долларов, начиная. И, откровенно говоря, эта палетка мне нравится и сама по себе. Она привлекла мое внимание еще когда только выпущена была. Но я бы не сказала, что для меня она является аналогом палетки Kylie, хотя бы потому, что именно два бирюзовых цвета в палетке Kylie и два бирюзовых цвета в палетке Кэтлин Лайтс, они разные. То есть у Colourpop матовый бирюзовый оттенок гораздо более глубокий, такой цвет морской волны, а у Kylie он более бирюзовый. И блестящий оттенок у Colourpop темная подложка и бирюзовый шиммер, а у Kylie бирюзовая подложка и золотистый шиммер. То есть два, в общем, цвета, которые меня больше всего интересуют, они не совпадают в этих палетках. Соответственно, брать ее как аналог, как бы я особо не вижу смысла. Но, возможно, я возьму палетку Colourpop просто саму по себе, потому что просто она мне нравится по цветам. А что касается Kylie, я еще буду думать. Не знаю. Честно говоря, дело не только в уникальных цветах. Мне как бы нравится эта палетка эстетически, просто вот сама ее композиция цветовая мне доставляет удовольствие на нее смотреть. Но стоит ли это 60 евро, я не знаю. Буду думать. Следующий продукт, которым пестрит интернет, это тоже релиз Colourpop. Они выпустили новую помаду. Это для них новая формула. Это классическая кремовая помада в так называемой пуле, как по-американски говорят. Ну, то есть обычная помада, к которой мы все привыкли. Но для Colourpop это новинка, потому что они до сих пор специализировались на жидких матовых помадах, на блесках, на вот этих вот стиках таких тоненьких. И вот сейчас как бы обещают нам трендсеттеры, что в моду входит классическая кремовая помада. И Colourpop, значит, на волне. Это вы выпустили свою первую классическую помаду. И я видела уже несколько обзоров на эту помаду. Честно скажу, я не в восторге пока что от продуктов Colourpop для губ. У меня три их помады в разных формулах. Одна матовый стик, одна кремовый стик, и одна сатиновая жидкая помада. И пока что я не могу сказать, что я в восторге. Наверное, сатиновая помада мне больше всего нравится, но это тоже не самая любимая моя формула матовых помад. Поэтому и новый релиз Colourpop у меня вызывает некоторые сомнения. Ну и, честно говоря, цвета меня как-то не очень возбуждают. Они ориентированы на, скорее, американский рынок, где у женщин в основном теплый подтон кожи. А у меня подтон кожи холодный розовый. И я предпочитаю холодные оттенки и помады с розовым подтоном. А в этом релизе, насколько я могу судить по обзорам и сводчам, таких помад не очень много. По крайней мере, ничего не зацепило мой взгляд. Зато помада, которая весьма и весьма меня привлекает, это помада Ban Ban из новой коллаборации Urban Decay с видеоблогером Кристин Лиэн. И, насколько мне известно, эта помада у нас в Риге уже появилась в магазинах, так что я планирую в самое ближайшее время ее купить. Что касается остальной коллекции Кристин Лиэн, я не в большом восторге. Вернее, мне коллекция очень нравится, но чисто эстетически, чисто визуально посмотреть на эту коллекцию. Мне нравится себе, я бы из нее больше ничего не хотела. Во-первых, хайлайтер, он состоит из трех оттенков. Самый светлый, средний и темный. И он как бы рассчитан на разные оттенки кожи. Но зачем мне покупать хайлайтер, который состоит из трех оттенков, если я знаю, что на своей коже я смогу использовать только один из них? Что мне делать с двумя другими оттенками? Протереть в серединке дырку, а потом выбросить? Что касается двух палеток теней, одна из них нейтральная и матовая, и, наверное, мне бы понравилась, если бы не была такой теплой по цветовой гамме. И вторая называется калейдоскоп. Она состоит из ярких оттенков, некоторые с шиммером, некоторые матовые. В основном, по-моему, с шиммером, только, мне кажется, два из них матовых. Но мне, честно говоря, акцентные цвета больше нравится покупать в однушках и рефилах. Потому что, когда в палетке, допустим, одним цветом пользуешься больше, чем другим, он заканчивается, и вроде как у тебя и палетка есть, и покупать новую бессмысленно, потому что все остальные цвета у тебя есть. Но у тебя и любимый цвет закончился, и что теперь делать? А рефилы и однушки всегда, мне кажется, гораздо выгоднее пополнять свою коллекцию, даже если что-то закончилось. Ну и последний продукт, о котором я сегодня хочу поговорить, это собственный бренд известного YouTube-блогера Кристин Доминик. Она потрясающе красивая женщина. Если вы не видели ее канал, обязательно посмотрите, даже если вы не знаете английский язык. Мне кажется, совершенно не обязательно слушать, что она говорит, просто на нее можно посмотреть, какая она красивая. Ну и, в принципе, как она делает макияж, тоже достаточно интересно. Ссылки на всех блогеров, о которых я говорю, будут обязательно в описании к этому видео. И Кристин Доминик только что запустила свой собственный бренд и выпустила свой первый продукт – палетку теней под названием Latte. Палетка очень интересная. Мне очень нравится, как она сделана, какая логика в этой палетке. Я вообще очень люблю логичные палетки. Верхний ряд теней – это нейтральные базовые оттенки. От самого светлого для нанесения на все веко, чтобы закрепить праймер, до самого темного для затемнения наружного уголка. А нижний ряд – это акцентные цвета. Из них три шиммера, очень красивых оттенков шампанского и розового золота и два матовых ярких акцента. Поскольку я уже неоднократно признавалась в своей любви к Фуксии, и сегодня я уже говорила о том, что я очень люблю и бирюзовый цвет тоже, то, конечно же, эти акцентные цвета сразу привлекли мое внимание, и мне сразу захотелось эту палетку. Но, поразмыслив, я решила отказаться от покупки этой палетки по той простой причине, что весь верхний ряд состоит из теплых оттенков. И это неудивительно, потому что сама Кристин Доминик, мне кажется, латинского происхождения. У нее достаточно темная кожа, темные волосы и явно теплый подтон кожи, и она делала явно эту палетку, рассчитывая на себя. А у меня совершенно другой тип внешности, мы с ней совершенно не сочетаемся. Поэтому мне кажется, что вот эти базовые цвета для меня будут совершенно бесполезны, и я не смогу их использовать. Поэтому, к моему глубочайшему сожалению, я решила эту палетку себе не покупать. Вот такие мои мысли насчет некоторых новых релизов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам из этого понравилось. Может быть, вы что-то из этого планируете себе купить, или даже уже купили, и оно к вам едет. И напишите вообще, как вам такая рубрика, потому что я планирую время от времени делать такие видео. Я еще пока не решила, с какой периодичностью. Но мне кажется, что раз в неделю это, наверное, слишком часто. Может быть, раз в две недели, может быть, раз в месяц. И посмотрим, потому что очень много всего выходит интересного. Чем мне хочется поделиться с вами. Вполне возможно, вы что-то из этого уже видели. А может быть, вы ничего из этого не видели, если вы не смотрите англоязычный YouTube. И таким образом я могу с вами пообщаться и, может быть, рассказать вам что-то новое, интересное. Ну, я надеюсь, что такой новый формат видео вам понравился. Если это так, пожалуйста, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много всего интересного. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok